так ну что поехали вот такая вот у нас с вами красота давайте смотреть что у нас тут верхние ноты мед корица яблоко апельсин кунжут бергамот то есть очень необычная такая такая верхушечка аромата то есть он такая фруктово-пряная и медовая в серединке у нас пихтовый бальзам вот этот бальзам конечно дает какую-то необычность этому аромату роза и кардамон невероятный аромат а в базе у нас табак ром бензоин черная черная ваниль мускус и толу бальзам то есть он такой бальзамические медово-пряная но в то же время есть какая-то свежесть вот это бергамота наверно свежесть какая-то пихта хвоя аромат напоминает мне какой-то знаете зимний день где-то за городом у кого-то там банька банька какая-то пахнет какими-то хвойными деревьями очень сложный очень красивый аромат очень мне показалось очень много амбры но амбру я здесь не нашла в я нашла мускус амбру не нашла в базе но какой-то мне кажется много амбры здесь бензоин может быть не так так как-то подглючивает мед корица яблоко апельсины розы бальзамы кардамон в общем очень очень необычный буду носить его зимой потому что аромат сложно аромат однозначно унисекс вы можете его всегда пользоваться на двоих с молодым человеком или мужем своим или сыном или не знающую кем-нибудь соседом любовником кем хотите в общем аромат очень прикольный немножко для меня загадочный немножко я его еще не должна поносить разгадать для меня он кажется каким-то прям вот загадочным каким-то странным немножко меня отпугивает я должна к нему как-то подобраться на своих мягких лапках потому что он какой-то вот необычный я про этот бренд ничего не знаю буду знакомиться буду смотреть и может быть этот аромат попадет какую-нибудь осеннюю или зимнюю подбор теперь наступило место время наступило для гритти итальянские гритти ну что наступило время и итальяшек потом еще после грите будут нас еще два аромата которые я оставила на подоб на потом а сейчас у нас грите 1 грите 2 грите 3 и чернушка чернушка так ну что поехали сейчас немножко нас тут солнышко появилось так что я подстраиваюсь про тут тубланк про тут тубланк вы знаете все но я вам расскажу еще быть вы пропустили мой обзор на этот аромат в общем вы знаете да что это итальянская ниша очень классная очень качественно очень вкусная очень такая задорная веселая такая про dolce vita про вот вкусную красивую жизнь тут нет никакого нуара никакой драмы все прекрасно в общем вот так вот так вот у них выглядят эти ароматы в белых флаконах вот в таких вот коробках красиво бело золотых я очень люблю эту эту комбинацию белое золото значит тута бланк это их это их один из снара бестселлеров да очень его любят люди почему потому что это вкусно это праздник это счастье это зефир это какая какие-то ягоды это может быть там кокос ваниль конечно же на мускусной подушке в общем то ничего вроде бы казалось бы особенного но меня этот аромат радует когда я беру такие вот позитивные ароматы в руки я прям радуюсь мне хорошо мне приятно ведь они вот такими вот они вот такими вот столбиками выставляются на самом деле они вот тут широкие такие в общем у меня три беленьких ароматы сейчас и один черненький а я пахла этим всю весну я пахла этим всю весну и немножко даже начало лета сейчас я немножко устала от от тут у бланк но мне в принципе очень этот аромат зашел это было первое знакомство с брендом благодаря моей профимерной феи леночки из германии на мне прислал от ливантики я сказала о мне надо моя тема очень хочу если вы хотите понять что же это за аромат чем же таким вкусненьким пахнет ну вот если вам нравится он ир от а там аж то это просто его немного такая игривая нежная девичья легкая версия вот немножко для меня в моей в моей моей парфюмерной энциклопедии эти ароматы похоже так шантили в общем как получилось почему почему так почему 2 я не могла долго выбрать какой мне купить пришлось выбрать 2 значит шантили или макраме они вроде бы как это же что-то в них общее есть ну как бы стиль 1 парфюмерный бренд 1 но они абсолютно разные ну что давайте про шантили шантили это прям вот прям вот ну все то же самое открывается у нас здесь такая коробочка и мы видим прекрасное прекрасного такую красоту что-то точечка такая тут железная штучка такая вот как будто бы табличка такая да короче хватит балдеть я смотрю на упаковку балдею это фрукты это ягоды это немножко похоже на ту ту бланк по описанию да но здесь может быть побольше ягод тоже мне кажется кокос какой-нибудь там кокос макос вот эти вот кокосово вы знаете вот аромату по кокосово ванильные ноты они придают какую-то понимаете вот праздник детский праздник так сейчас шантили шантилин кстати это новинка вот этого года 22 фруктово-сладко-пудровый кокосовый ванильный ну я же сказала ваниль и кокос потрясающе тут еще дыня есть бергамот апельсин мандарин кокос яблоко в базе ванили мускус и пудровые ноты ну вот они плюс-минус немножко по по настроению для меня не похоже с тут и бланк который только что говорила прям вот вот что то есть у них общее аромат абсолютно безобидный очень нежный для просто знаете вот 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 на каждый день раз 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 и пошли в общем это у нас шантили вы знаете я прям вот может быть меня дыня так хотя конечно это не фантомас дыня знаете есть фантомас у нас амата да и там тоже бы не это другая дыня тут не моно дыня конечно здесь просто какие-то легкие фруктовые приятные приятные ноты ну вот видите меня тянет вот на такое что-то вкусное легкое приятное манкая нежная мне совсем не хочется драма если я захочу драма у меня есть dancing queen у меня есть вот это вот вот это вот фарук фарук нас фарук фарук хас короче вот это вот на яси на яси очень крутой бренд вот вот если захочу чего-то сексе сексе шмек а также мне хочется пахнуть кокосиком яблочком я не знаю какой-нибудь клубничкой малинкой мне не хочется ничего тяжелого но все-таки мы с вами поговорим сегодня про вишню мы сегодня поговорим с вами про вишневый аромат это у нас будет дюкесса дючесса от горите это прям такой тяжелый аромат да такой сложный но сначала макраме макраме та же самая история все та же самая линеечка грите до прекрасная макраме я вот-вот-вот не знала что выбрать но представляете мне оба так сильно понравились ароматы что вот так сложилось что я их не смогла выбрать ну ладно поехали дальше и это у нас макраме мне так нравятся их крышки видите они сделаны как будто бы под мрамор итальянский это пластик это пластик вот в общем так вот 33 столбика можно выбрать кстати вы знаете если на просвет смотреть немножко просвечивается лакона так они наглухо белый этот аромат пожестче по потому что здесь есть черная смородина он такой более стервозный что ли сейчас я вам его про него почитаю раз уж мы сегодня про всех читали давайте читать и про макраме макро ме вкусный 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 мускусный розовый почулевый древесный фужерный пудровый и так аромат для женщин цветочно-фруктовый сладкий макраме в восемнадцатом году тоже лука грите значит ароматы создает лука грите или лука бергамотова вверх пергамот середине роза вот роза и лист черной смородины все просто а в базе мускус почули и все лука слушайте лука грите выглядит неплохо посмотрите какая зая симпатичный мужчина вот есть у этого бренда еще аромат рэп адель адель вот вот этот в броды мне тоже понравился я бы тоже его хотела в коллекцию хотя принципе они очень все похожи ну как похоже по настроению похоже слушайте ну аромат конечно очень приятный мускус на мускус на такой знаете смородиновый немножко где-то мне напоминает мою любимую миллиору чуть-чуть совсем чуть-чуть совсем шлейф прекрасные красивый сексуальный аромат конечно роза здесь тоже красиво раскрывается сейчас вот прочитала про розы поняла что да действительно аромат смородиного розовый и мускусный холодный прохладный абсолютно не надоедающий абсолютно не на не навязывающие знаете вот есть мускус и у трензи например да они такие вот они вот они вот вас немножко так вот вас доминирует так сказать тут как бы все очень легко красивый аромат я очень рада что все-таки я его приобрела мне очень 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 дорогие эти ароматы буду с удовольствием ими пользоваться даже не знаю вот если из трех выбрать прямо чувствую себя какой-то богачкой я хочу еще в обраб сюда я хочу еще в обраб в эту коллекцию я думаю что мы соберем я думаю да ведь ведь мы же соберем потому что прекрасные ароматы итальянцы все как я люблю шантили по сравнению с макраме это это просто знаете маленький маленький такой хомячок какой-то такое знаете не забор он дучок и в добренький и такая знаете блин пантера ладно это тара этот обзор вы точно ждали от меня вы точно его хотели услышать это грите дючесса красавица дючесса я знаю что неправильно надо говорить дюкесса ну простите 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 аромат посвящен вишне нашей любимой вишни мы же любим с вами вишневые ароматы правда и так достаем коробка абсолютно другая кстати мне прежняя коробка вот так удобнее было здесь у нас вот такой вот черный бархат и золотой такой пьедестал я бы сказала на таком пьедестале у нас бархат и золото ну не знаю я почему-то мне вот та коробка больше нравится которая вот обычная их белая чем нежели вот это черное золото ну слушайте хозяин барин и это все-таки у нас не о да парфам а это у нас грите коллекция привы экстракт до парфам то есть это более насыщенная более стойкая версия вот такая вот у нас здесь красота красотуля вот такая баронесса дюкесса по моему это баронесса или графиня переводится очень вообще упаковка сделана очень качественно то есть никаких швов никаких склеек все очень как-то прям вот монолитно сделано конечно да конечно они постарались и сделали очень не очень качественную продукцию очень 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 качественно конечно очень тяжелая тяжелый флакон такой вы держите в руках вы понимаете что это стоит чего-то вот но так как понимаете что это черная коллекция приватная это аромат более тяжелый более насыщенный вы не путайте у них в магазинах например в с библиотек в ритуалях стоят просто черные флаконы немножко другие они не по моему не в бархате они по моему в стекле у них идут если я не ошибаюсь подскажите мне если я ошибаюсь так вот это вот грите при при в линейка тут и написано грите при в дючесса я постараюсь чтобы вам было видно как то так этот аромат конечно но он производит впечатление это аромат тяжелый ликерная такая вишня много пряности возможно есть кожа возможно есть какие-то дымно древесный момент давайте посмотрим раз уж мы сегодня весь 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 наш ролик смотрим на что пишет нам фрагрантика кстати на фрагрантику не всегда стоит опираться дючесса но аромат на делал много шума сладкий миндальный пряный ореховый вишневый фруктовый белые цветы почулевые ирис цитрусы в общем принципе значит что у нас верхние ноты вишня шафран горький апельсин середине персик может быть персик меня смущает потому что что-то меня в этом аромате все-таки смущает белые цветы жасмин анис звездочный анис и гвоздика как пряность а в базе это в средних нотах было а в базе сладкий миндаль почуни почули ирис и сахар пам-пам слушайте ну что я могу сказать это конечно аромат сравнивают с lost черри но это абсолютно разные ароматы потому что last черри это все-таки аромат с каким-то свежим touch им с таким свежим каким-то лаймовым даже я бы сказала акцентом здесь свежести от слова совсем здесь больше такого пряности мне бы хотелось бы чтоб здесь было больше миндаля и может быть больше какой-то алкогольной ноты но так вообще конечно очень сладко очень качественно сделан аромат очень дорого сделан аромат я бы не стала бы за ним гоняться на вашем месте потому что ну как бы вишневых ароматов сейчас много на рынке да тот же глаз черри халта tonight back to black кого я еще забыла вельвет вельвет черри вельвет от мили харрис тоже очень вишневый такой амар это аромат то есть но вишневые есть ароматы это не уникально но если вы любитель вишневых ароматов то конечно вам стоит попробовать познакомиться хотя бы с этой с этой красотой тут и вишневая косточка тут и тут немножко какая-то капелька или рома или амар это что-то есть алкоголь но мне хотелось бы еще чтобы он был еще более пьяный в общем вот такая дючаса конечно он стойкий я как-то попробовала его потом поехала и на велосипеде причем была в этот день очень много на воздухе проводила времени и все равно вечером я получила комплимент что от меня пахнет чем-то очень таким а я не могла вспомнить чем я пахну потом только вспомнила что это вот она наша баронесса но пусть будет у меня такая баронесса в коллекции я очень рада что познакомилась с этим ароматом еще раз хочу благодарить нашу леночку которая нам иногда с вами подкидывает новые ароматы и мы с вами можем о них поговорить по потестировать их и сделать свое мнение о них до создать свое мнение как-то понять